всем привет я вика и это шоу академия порядочных парней когда появляется новый исполнитель всегда очевидно с какой песни все закрутилось завертелось и по сути артист всегда будет ассоциироваться с тем треком с которым он хайпанул или с клипом который собрал миллионы просмотров хороший пример фараон с песни black simmons или с песни пять минут назад эти песни до сих пор все вспоминают поэтому ставь лайк если любишь рэп да и вообще музыку в целом как любим ее мы поехали ну и начнем мы с дуэта из ижевска братьев двойняшек рауфа и фаика песни со слегка восточным мотивом детства зашла миллионам русских слушателей именно она окунула в настоящую ностальгию по детству и юности сами ребята говорят что их слушатели в основном школьники от 11 до 18 лет которые сидят во вконтакте ну а если ты фанат этого дуэта напиши сколько тебе посмотрим права ли ребята раньше эти парни подрабатывали на свадьбах вокалистами для того чтобы снять свой первый клип который между прочим на английском языке этот клип понравился первой аудитории но настоящим прорывом и хайпом остается трек детства американская певица били а лишь всего лишь 17 лет музыкой девушка занимается с самого детства набирать популярность били начала после выхода олшан айс которая собрала на спотифай более 35 миллионов прослушиваний но настоящий мировой успех девушка получила после выхода альбома when we all fall asleep when do we go который переводится как когда мы засыпаем куда мы отправляемся били айлиш можно назвать настоящим самородком или как говорят в сша self-made woman за ее короткую карьеру у нее на счету миллиарды прослушиваний через стрим-сервисы прежде чем она попала в американский чарт billboard но перед тем как я продолжу видео хотел бы вам порекомендовать интересную игру под названием мегаполис фишка этой игры в том что здесь можно зарабатывать для этого нужно строить здание у каждого из которых разный уровень доходности и собирать прибыль так сейчас я куплю здание когда покупаете здание нужно смотреть сколько она приносит дохода первая прибыль уже доступна и как вы видите ее можно собирать и сейчас я покажу как выводить деньги можно вывести через киви яндекс визу в общем через любую удобную для вас систему тут можно посмотреть последние выплаты в реальном времени авторизоваться можно через страницу вконтакте там вас будет ждать бонус 100 рублей чтобы его получить нужно пройти по ссылке в описании били гост вы не американский рэпер из солнечной калифорнии который считает себя молодым кроули это писатель и оккультист да да гост мейн увлекается эзотерикой оккультизмом и черной магией наверное именно поэтому его треки несут в себе такую мрачную но в то же время интригующую атмосферу ну а клип на трек mercury собрал на ютубе более 120 миллионов просмотров как предполагают некоторые подписчики и лишь по ходу сам офигел что такая дичь соберет 200 миллионов просмотров на ютубе вот скажите есть такие люди кто не пробовал повторить это дикий и заедающий танец кибиде хотя я думаю таких природе не существует на данный момент это самый популярный клип little big и опережает клип фараденза аж в два раза но сколько было породи снято на этот трек не пересчитать пожалуй это самая хайповая песня 2018 года одним из главных хитов 2019 года можно назвать трек the world life который играет по всем радиостанциям страны этот трек уносит восьмидесятые или девяностые раньше девушка была стюардессой и работала в аэрофлоте вот так вот круто может повернуться жизнь вчера ты стюардесса и обычный человек а сегодня популярный артист чими треками восхищаются миллионы россиян александра реву я еще помню со времен когда comedy club было самым лучшим юмористическим шоу в россии и его смотрели все образ дон жоанна артура пирожкова зацепил русских женщин и каждая с удовольствием отплясывает фертеля на корпоративах и новогодних вечерах по треке этого персонажа каждая девушка мечтает стать чикой такого горячего парня так что ребят берите пример ну а трек зацепила по-настоящему хайпанул и собрал миллионы просмотров на ютубе и теперь каждый школьник знает кто такой артур пирожков очень жаль что моров не будет выступать на евровидении ведь ее песни действительно того стоит как известно со стороны организаторов девушки было предложено подписать договор который запрещал бы ей выступать в россии но бумага так и не была подписана так как певицы и национальная общественная телерадиокомпания украины не достигли общего знаменателя заедает трек с первого раза и так и хочется потанцевать фирменные движения кстати этот трек очень популярен в тикток и прочих приложениях каска это тоже украинская поп-группа я заметила что огромное количество талантливых музыкантов именно с украины каской хайпанулась трека плакала на ютубе клипа бил рекорды по просмотрам а песня изрядно уже успела надоесть многим потому что она играет отовсюду и заедает так что и хочется напевать неделями но мы кстати сделали пародию на этот трек с нашей виолеттой кудряшкой и сашей михайловым главных ролях хороший способ добиться популярности это фитонуться с кем-то особенно с девушкой-вокалисткой чтобы равновесить мужское пение например трек грустный дэнс хоть и супер попсовый но рвет все чарты уже как месяц и вот вопрос этот трек популярен скорее у более старшего поколения или молодежь помимо хип-хопа слушает и такое вот напишите в комментариях я знаю что вы у меня в этом специалисты и сразу можете понять хайповый трек или нет по словам тима белорусских самую большую популярность ему принес трек мокрые кроссы но согласитесь трудно определить какой трек более хайповый и заедающий незабудка или мокрые кроссы вот напишите в комментарии какой вам нравится больше исполнителю кстати всего лишь 20 лет он родом из белоруссии своей жизни он успел даже поработать грузчиком и его жизнь круто повернулась в одночасье благодаря творчеству в котором нет ни слова мата песни тимы по душе взрослым и детям и пускай капает капает с неба иду в мокрых розах тебе где бы я не был для остальных я занят не забудка твой любимый цветок воздушный поцелуй станет самым горьким ты любишь говорить на этом все напиши в комментариях с какой песни началось именно твое знакомство с любимым артистом например мне нравится группа lsp и мое знакомство с ними началось с песни безумия я до сих пор слушаю этот трек под настроение ну а если мы пропустили каких-то исполнителей обязательно напиши о них в комментариях не забывай ставить лайк с вами как обычно была вика всем пока пока